Вот и сбылась моя мечта, я побывал в телевизоре Подожди, подожди, я ужасы выкручу Всем привет, мы сегодня находимся в одном из мест, интересных он тем, что здесь в свое время добывали золото, платину и неподалеку отсюда нашли первый алмаз Вот я хочу вас познакомить со своими родными местами, где я вырос и рассказать их немножко историю А с нами сегодня, давайте посмотрим, Антоха, помаши ручкой Влад, Марина, о, и где-то была еще Оля, Оля потерялась в кусты Вот эта река, это река Ис, она берет начало где-то в районе горы Качканар, выше нее, за Качканаром На Уральском хребте И здесь уже у нее среднее течение То есть вот можно посмотреть, что за река Сейчас на реке идет Половодье Сама река интересна тем, что здесь находится одна из мощных золотоносных золото-платиновых провинций И вся река практически на всем ее протяжении находится в таком антропогенном ландшафте То есть здесь проходят разработки даже в современное время Моют золото и платиновых провинций Весной полноводно, весело Посмотрите, как течение работает Мы находимся на верхнем Ису И вот такая вот здесь стоит самодельная стелла Прямо на развилочке Обратите внимание, есть Вот тут надпись Прииск Александровский Прииск Косинский То есть Косинский там прииск Александровский, ну, видимо, тоже где-то тут Приисков здесь на самом деле много Вот, все прииски, они, по-моему, объединяются в даче Раньше объединялись, сейчас не знаю ихнюю структуру Вот какой-то знак И вот показан знак На знаке можно разглядеть драга Так обозначено Но это многоэтажная большая драга, скорее всего А сегодня мы увидим малую драгу А вот наш пепелац Так, а вот это вот называется Шуваловская грань То есть сейчас мы видим памятник Он вот такой вот в виде пирамидки Есть небольшое То есть помимо вот этой вот верхушки С шариками, вот с этими забавными, да Чугунные шарики Есть вот такая вот стрелочка Обозначение Шуваловской грани Она уходит вот туда, в лес Есть еще вот такая вот информационная Такая вот информационная табличка Здесь написано Открытие по реке Ис Золото-платиновых месторождений И обозначен Мы видим здесь старатель С ковшом Босой елки Я не знаю, когда была сделана табличка И вот, наверное, это все-таки глухарь Потому что вот хвост такой раздвояется Видно сейчас, наверное Почему называется Шуваловской гранью Сам граф Шувалов Он здесь никогда не был Но вот эти места Косинский прииск Крестовоздвиженский прииск Где был обнаружен первый алмаз Они как раз считались владениями Шуваловых И вот по этому месту Как раз Вот по этой просеке Шла граница Между Шуваловскими владениями И владениями Другого Золотодобытчика А другой золотодобытчик Это у нас там уже Исовской прииск Там Шуркино-артельный Борисовский И, собственно, вот Косинский прииск И туда в сторону уже Перми Вот такая вот интересная история у нас Шувалов здесь не был Но имя его здесь Так или иначе Оно задокументировано И находится здесь Река Ис Странное, да? Короткое название Всего состоит из двух букв Ис А, наверное, вам уже встречалось Название уже Ис Ис Исеть Знакомо, да? И Ис На тюркском языке Означает собака Исеть Собачья река Вот Ну, собственно, Ис Это тоже собака Река Выя С тюркского Шея Входной улов перед мостом Ну и сам мост Прикиньте В заводях еще Лед стоит Хе-хе-хе Этот протока Ну, а теперь я немножко Расскажу вам про историю этого места Вот у нас ребята подходят Да Костровища Мы сейчас находимся Возле поселка Артельный Артельный Здесь вообще очень странные Ну, как странные Это простые названия Борисовский, Артельный, Шуркино Это так раньше назывались Артели, которые здесь стояли И вот здесь стояло Несколько артелей А конкретно поселок Артельный Ну и прозвали его Артельным Вот Кто там из наших туристов вершины помнит Был лагерь на Артельном Он находился как раз Вот на этом полуострове Вот там чуть подальше Мы сейчас пройти не можем Потому что Тут протока Здесь обычно лежали доски Или бревна Сейчас здесь пройти Не представляется возможным Вот А там дальше есть порожек На котором мы катались Здесь, здесь, здесь купались мы В этом Ну вот По местам боевой славы Увы, дальше мы пройти не можем Это, знаешь, как это Камень у дороги, да Налево пойдешь, коня потеряешь Направо пойдешь, сам пропадешь А мы находимся, значит Мост около поселка Шуркино Кстати, обратите внимание Он низкий Относительно Ну, ложится, в принципе, да Но, тем не менее, можно Поселок Шуркино Называется Получил такое название Есть такая легенда Что раньше здесь стояла Артель И в этой Артели была девушка Молодая, красивая Шура ее звали Вот, и влюбилась эта девушка В старателя И А старатели, они как работали? Они зиму зимовали Где-то в населенных пунктах А на весь сезон Они уходили в поля И вот Девушка Проводила своего любимого старателя В поля Но что-то там произошло А сама-то работала здесь В местном кабаке То ли таверна, то ли еще что Ну, таверна это было на Диком Западе В Америке А здесь были просто эти бары Какие-то кабаки Вот, в местном кабаке, видимо, подрабатывало И за ней начал ухлестывать Короче, этот Какой-то приезжий Старатель Вот, ну История, на самом деле Закончилась очень печально Потому что До девушки донесли Слух Что ее любимого Убили Девушка очень сильно расстроилась Тут Тут Напрягся этот Старатель Который Хотел Тоже добиться Руки этой Шуры Ну, в общем Девушка Покончила Воткнула в себя нож Покончила жизнь Самоубийством Вот И в этот момент Появляется ее Любимый Старатель Который Вышел из глухой-глухой тайги И увидел, что его деда Девушка умирает И вот он взял ее И понес Куда-то, я не знаю То ли К врачам То ли еще что Вот Я Она Он ее нес С нее капала кровь И эта кровь Потом Говорят Стала минералами Какими-то полезными Самоцветными камнями Вот И Ходят слухи Что здесь В Шуркино Помимо золота и платины Были обнаружены Еще какие-то Полезные Красивые Поделочные камни Вот такая вот история Я видео снимаю Подожди А сегодня Дорогие телезрители Мы вам покажем Андатру Голосом Дроздовым Надо говорить Подожди Тихо Ты Андатру Закрываешь Своей мордой Пьяной Вон она Там на берегу Оля Ты пока До нее доберешься У меня пленка кончится Дай я камню скину Да не надо Что вы тут Вон она уже смылась Да все смылась Да Оля Все Потрачено Вот и сбылась моя мечта Я побывал В телевизоре Подожди Подожди Я ужасы выключу Река Ис Это река Дражная Все русло у нее Изменено Человеком Вот В чем выразилось Вообще Как бы Все антропогенное Воздействие Во-первых Здесь очень Стало много Островов Значит Долина Пойма Разровнялась Очень много Островов С кустами Сейчас воды Много И поэтому Есть Опасность Что Занесет Кусты На течении Конечно Надо управлять Но видно Что течение Достаточно Сильное Мощное Поэтому тут Конечно Да Речка веселая В этом плане Ну вот Они Вот Видны Дражные Разрезы Кусты Острова Вот Пример Дражных Островов То есть Мы видим Что Русло Раздвояется И по центру Формируется Остров Это бывшие Ну Отсыпанные Переработанные Драгой Породы Которые Уже заросли Лесом Вот Ну Как-то Так Река Ис В районе Нясминского Моста Мост Нясминское ЛПУ Ремонт Моста У нас Продолжение Тяжи Моста Уже Моста Ремонт Моста Пример Моста река из возле моста у сигнального кстати заметно верхушку драги мы сейчас к ней идем ребята это драга номер 27 это малая драга по сути это плавучий завод по добыче россыпных драгоценных металлов но вот немножко сейчас вам расскажу как все устроено а вот здесь вот видны ковши дражные их много вот эти ковши они связываются в единую цепь специальными шатунами вон образ не образцы как бы этот участке звенья цепи лежат так вот вот так сейчас увеличимся работая стука это следующим образом значит но этот кран чтобы можно было загружать какой-то груз там на драгу тяжелые вещи вот то окно белое там находится оператор драги сидит значит вот этот большая выносная конструкция консоль с большим большим количеством тросов это основа всей ну как вот это основание которое поддерживает шину ну как у бензопилы бензопилы на шине по шине двигается цепь здесь тоже цепь двигается но вместо резцов будут находиться вот эти вот дражные ковши я к сожалению дальше пройти не могу потому что сегодня не рабочий день меня не пустили тут получается охрана стоит вот и что-то начало пищать сигнализация вот ну вкратце я так вот расскажу как все это работает то есть здесь с помощью этого ковша цепочки ковшей двигается цепь туда зацепляет грунт и сваливает его внутрь в грохота внутри находится грохота которые такие вот вертушки с отверстиями с небольшими эти грохота и туда же подается вода все это дело перемалывается перемата и сливающаяся вода уже поступает на специальные коврики лотки в этих лотках там есть маленькие такие ячейки в этих ячейках откладываются вся мелкозернистая вот этот фракция то есть все что рассыпное ну и достаточно тяжелое золото и платина как известно тяжелый металл вот оставшиеся камни дальше по этим грохотам уходят в тот конец судно а судно но вот так вот работает влияет постоянно туда-сюда подъедая берег и они там сзади есть еще одна консоль выносная 100 и выносной консоли они откладываются эти породы в виде насыпи и поэтому дрожные разрезы размывы их видно сразу вот как-то так вот ну похоже что драга это стоит на ремонте потому что вот сейчас все ковши то ли них меняют то ли еще чего разобрали но вот они вот все ковши вот они здесь вот находятся сейчас а вот я драгу можно реально в принципе попасть с экскурсией но когда начальство здесь начальство сказали будет только в понедельник до понедельника увы я сдать не могу поэтому на сюда можно попробовать забурится что это тут увидели короче это остатки плотины ее размыло на реке из вот там мост на сигнале мы сейчас только что там стояли вон там драга рядом стоит вот здесь остатки этого моста бревна но вот это вот это вообще бомба я не знаю конечно по малой воде может быть тут и штыри стоят но по большой воде смотрится просто офигенно не знаю и хочется и колется а теперь ветка проходит порог раз два три елочка гори класс чтобы вы понимали чем опасны половодья на реках когда река поднимается она затапливает ближайшую пойму сейчас это еще лайт вариант но тем не менее можно увидеть что река течет прямо по лесу если на катамаране сюда или на байдарке заехать считай что у тебя больше нет ни катамарана не байдарки и вот там струя прямо через лес идет матча нашла матча до а варзовик до нормально класс твой поцелуй его я так ты ведет снимал что мне зной что мне дождик проливной когда мои друзья со мной сейчас ла 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 лай шишка кудовай давай давай там да дитка новенько не ралку кушут Село глубокое, мост через реку Ис. Низенький мостик. Я этот мост еще помню, его только строили. Село глубокое, но оно прямо на стрельбине стоит. Ребят, ну чтобы вы понимали, смотрите, воды сегодня очень много. Вот эти вот деревья, они обычно стоят на возвышенности по суху. Вон там деревья и кусты. Сегодня воды очень много. Вот такие вот они, речки уральские. Но это река Ис. Собачья река, да. Тут прямо какая-то плотина организовалась сквозь деревья. Вода хреначит. Река Ис. Девчонки, за 100 рублей за центра. Ну вот, для тех, кто не знает, это тоже последствия добычи золота. То есть здесь занимается, стояла гидравлика. Размывали грунт. Вот там вот он, скажем так, просеивался, промывался. Вот тут лужа внутренняя. А мы сейчас с вами сходим вот туда на гидравлику. Она рабочая, но сейчас, наверное, стоит. Вот сезон, видимо, не начался. Вот так вот, ребят, золото добывающая промышленность искажает наши леса. Здесь уже, давайте сразу, здесь уже работала драга. Здесь везде все переработано. В долине реки Ис, в долине реки Туры. Вот. Это все леса новые. То есть здесь нет, если вы обратили внимание, практически нет толстых деревьев. Вот. Но выросли новые деревья. Они имеют свою уже определенную толщину. Но, вот, тем не менее, после драги какой-то процент золота и платины здесь остался. И ребята как бы моют, орудуют здесь. Сейчас пойдем посмотрим дальше. Ребятки, что я вам сейчас расскажу и покажу. Это бомба. Просто бомба. Вы такого не видели еще. И не скоро увидите. Итак. Погрузчик, автопогрузчик на колесах, там я не знаю там с чем он, на гусеницах. Забирается вот по этой вот эстакаде. Вот сюда. И загружает породу. Вот в этот кузов. Хоп туда. Порода загружена в ковш. А мы заходим в кабину оператора гидромонитора. Именно так называется. Или гидравлика по-другому называется это приспособление. Порода загружена вот в этот ковш. Здесь находится у нас вот такой бронзбойд. Под очень мощным давлением сюда подается вода. Вот видно труба пошла. И она выходит. Вон видите. Труба вдаль пошла. По этой трубе подается вода. С водоема. Разбивается водой. Струей воды промываются породы. Что дальше происходит? А происходит следующее. Породы смываются. Камни там большие и малые. Они под действием текущей воды силы тяжести. Сюда уходят вниз. И уходят вот сюда в грохот. Вот эта штука. Видно да? Это как на драге называется. Грохот. Грохота. Она вращается. Видна цепь сейчас. И видна решетка. Через которую происходит фильтрация. Вот камешки в ней торчат. Как от фисташек скорлупа. Вот она вращается. Вот эта штука. И вот эта штука передвижная. Видны колеса. Сейчас посмотрим с другой стороны все это дело. Ну вот мы видим грохот. По нему идет вода. И что мы видим. Вот в этой части грохота есть определенная воронка. То есть вода просеивается вместе. То есть с мелкими элементами. Которые проходят через эту решетку. И уходят вот в этот желоб. Вот. Что мы видим здесь. Здесь еще один. Грохот. Но отверстие немножко побольше. То есть. Иду, иду. Здесь просеиваются камешки немножко побольше. Покрупнее. Они тоже попадают в этот желоб вместе с водой. А те что покрупнее. Вываливаются наружу. Их там выгребает автопогрузчик. И увозит напрочь. Здесь дальше идет что. Идет каскадное. Каскадный желоб. Вот. Видно да. То есть. Один каскад. Водопадик. Второй водопадик. Третий. Четвертый. И так далее. Здесь просто вода течет. А дальше. Вот здесь. Уже. Вода начинает разбегаться. Она течет по более широкой плоскости. И эта плоскость выстилается ковриками специальными. Вот такими ковриками. Вот так вот. То есть. Представьте. Что этот коврик. По шириной. Все вот это пространство. И вот в эти вот маленькие ячейки откладываются маленькие частички золота и платины. Вот что-то там сверкает какая-то золотинка. Может быть это даже золото ребят. Вот. Поэтому. Вот так вот работает этот принцип. Ну и грязная вода с мелкой галькой. Она вон. Находится вся вон там в конце. Тут же могут находиться самородки. То есть. Работает здесь оператор. Который размывает породу водой. Работает тракторист. Который на погрузчике все это дело размывает. И. Может работать здесь человек. Который вот в этой вот. В этом шлаке может искать самородки. То есть. Мелкие камешки. Драгоценных металлов. Ну и дальше вода уходит туда вниз. Вот. Вот он весь каскад. Один. Два. Два желоба вниз. Узких. И три широких. Вот здесь лежат вот эти решетки. Так что господа. Золото нам достается очень дорогой ценой. Вот чем это оборачивается. Ну. Тем не менее. Это все рентабельно. Потому что вот. Так вот его добывают. Я вот несколько раз употреблял. В рассказе. Термин. Грохот. Грохота. А как вы думаете. Почему. Их назвали. Эти приборы. Грохотами. Вот интересно. Простое русское слово. Грохот. Грохот. Грохотами. Подскажите. Пожалуйста. В комментариях. Напишите. Ваш ответ. Почему. Грохоты. Стали называть. Именно. Грохотами. Кто знает. Ну. Кто не знает. Тот узнает. Я в принципе. Догадываюсь. Но. Интересно узнать. Мнение. Знающих. Людей. Ну. В принципе. Видео. По. Комментарии. По всему этому. Видео. Тоже. Было бы. Интересно узнать. Так что. На этом. Наша. Экскурсия. Поездка. Будут. Еще. Интересные. Приключения. Вы. Не. Отключайтесь. Подписывайтесь. Ну. И. Присоединяйтесь. К нам. В наших походах. Сегодня. Была. Очень. Увлекательная. Очень. Интересная. Экскурсия. Познавательная. По моей. Родине. Мы. Друзьями. Проехались. Но. Я думаю. Что. В ближайшее время. У нас. Плаве. Кому. 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 У. 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 Ну. Вот, ребята. Наша поездка подходит к концу. Там. Ребята. Мы сегодня недвижимость дали до верхнего Иса катались. Смотрели реку Пис Прииски, Артельный, Борисовский Кстати, хотел вам на последок Еще рассказать еще одну легенду Есть здесь Поселок Ну, как называется Ну да, поселок назовем Называется Маламальский Почему называется Маламальский? Потому что там находился Прииск И там золото попадало Ну как-то так, мал-мала И вот и назвали Маламальским Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok